Мойн лёйте! Вот на этом светофоре я когда-то проехал на красный свет. А вот это вот тот самый блицер, который меня сфотографировал в ноябре 2021 года, ну из-за которого я получил довольно-таки много проблем. На момент проезда на красный свет у меня права были в Германии чуть больше года, и получение прав мне стоило около 2,5 тысяч евро. И тут следует учесть, что я делал права в первый раз, то есть у меня не было подтверждения прав, то есть это я абсолютно с нуля теорию и практику проходил, потому что в России, откуда я приехал, у меня там не было прав, и я вообще по сути не умел водить. Теорию я сдал с первого раза, как по сути дела и практику в вождении, я тоже сдал с первого раза, ну со скрипом, но сдал. Проехав на красный свет, я получил письмо со штрафом где-то через 3 месяца, где у меня был штраф 90 евро и плюс 28,5 евро, это был такой налог, скажем так, на то, что организация это работала, и сроком до мая мне нужно было пройти Авбао-семинар. Это что-то, ну такого, штрафного семинара, когда тебя как бы учат больше не совершать ошибки. Дальше я стал искать этот Авбао-семинар, ну и звонить в свою автошколу, где я получал права. И как оказалось, что не каждая автошкола может проводить вот этот вот семинар, так называемый, да, дополнительное обучение. Они должны сертифицироваться, там очень короткий срок действия этих сертификатов, и они набирают вот по городу Лейпциг, в котором больше полумиллиона, набирают всех вот этих вот штрафников, и отправляют в одну автошколу, которая там выбирается по очереди. И стоит учесть, что еще было время после короны, как раз-таки накопилось очень много штрафников, и было очень сложно найти, и была большая очередь. Очень важно. Этот Авбао-семинар, он нужен только для тех людей, которые нарушили определенные правила, как я, например, проехал на красный свет, и у кого права в Германии первые два года, то есть у тех, кто 10 или 20 лет, там уже абсолютно другие правила, абсолютно другие штрафы, а вот для новичков, скажем так, как я, Анфенге, действуют более жесткие правила, и я вот под них попал, и мне нужно было проходить этот семинар. В общем, за 2-3 недели я нашел этот Авбао-семинар, он стоил 500 евро, и нас там было около 12 человек, плюс-минус, я точно не помню, но было максимально. И люди были с очень разными нарушениями, да, я был, ну, как проехавший на красный свет менее 1 секунды, со мной рядом сидел парнишка-украинец, который хотя родился здесь, в Германии, но говорил как бы на чисто русском языке, но его родители из Киева. В общем, он взял машину у родителей, у матери, поехал и, короче, тоже нарушил какое-то правило, там. Был араб, который вообще практически не говорил по-немецки, он проехал, где была зона 30, он больше 60 прогнал, то есть, если нарушение, превышение скорости больше 30 км в час, то тогда там более жесткие законы действуют, вот он, в общем, под это попал. Был какой-то укурыш, который ехал в 4 утра по дороге между городами, и его остановила полиция, и, в общем, его наказали. Потом был футболист, который в каком-то дивизионе играл, молодой парень такой, но уже весь, скажем, такой на понтах. Он ехал очень быстро по автобану, я не помню сколько, но он ехал очень быстро. Были две девушки, одна из них, которая попала в какую-то глупую аварию. Был еще один араб, он очень клево говорил по-немецки, и он работает оператором, и ездит по всей Европе, причем, как он рассказывал, ехал нормально, не превышал скорости, а рядом промчался какой-то чувак, и почему-то его сфотографировали. Ну, а так в основном были заезд еще куда-то, ну, такие не очень сильные нарушения, да, то есть, но они все-таки попали вот под вот этот вот авбао-семинар. Был еще парень, который не уступил дорогу полицейской или скорой машине, я уже не помню, и как-то он очень грубо нарушил, то ли подрезал, то ли еще что-то, за это он тоже попал, в общем, на этот авбао-семинар. У нас было четыре теоретических занятия, один раз в неделю после работы я приезжал, и где нам выдали небольшие брошюрки, где мы должны были записывать различные заметки, как мы видим свои нарушения, все это анализировать, но по факту это мало кто чего делал, использовали как блокнотик, чтобы записать там дальнейший термин, да, дальнейшую встречу. И, что самое важное, на этом семинаре каждый рассказывал о том, как он нарушил, что он сделал, и мы все обсуждали, и как бы обсуждали эти последствия, к чему это могло привести, и вообще как этого можно было избежать, то есть у нас был такой анализ очень долгий, наверное, в течение двух занятий, пока каждого просит, каждый минут по 10-15 разговаривал, ну, было довольно-таки интересно узнать, кто в чем провинился, и вообще какие бывают, ну, как бы, штрафы, да. Был, кстати, еще один парень, который не соблюдал дистанцию между машинами, это, по-моему, тоже было на автобане, и его сфотографировали, и вот, в общем, видимо, он слишком близко ехал на большой скорости, я уже, честно говоря, не помню, ну, то есть за маленький промежуток, за маленькое расстояние между машинами его тоже вот привлекли на этот семинар. И еще было одно практическое занятие, оно длится полчаса, если память не изменяет, нас было три нарушителя и преподаватель, мы сидели, у нас была полная машина, и мы вот ездили по разным, скажем так, злополучным местам, причем что учитель нас загонял в такие, в очень сложные, в стрессовые места, как, например, был знак «Стоп», стоял вот для меня непосредственно, а линия, где мы должны остановиться, она была за 3 или за 5 даже метров до знака «Стоп», ну, соответственно, я подъехал к знаку «Стоп» и остановился, он мне сказал, что, типа, это неправильно. Парня, который ехал, он вообще загнал на какую-то улицу, очень-очень узкую, где вообще было очень сложно протиснуться, и он ехал там, всем сигналил, короче, этот парень проехал, но в итоге, как оказалось, что он вообще должен был сказать, что я лучше здесь не поеду и объеду, потому что это, ну, лишний, как бы, стресс и, возможно, какая-то авария. То есть, ну, нас он загонял в такие ситуации и смотрел, как мы оттуда выкарабкаемся. Но целью этого авбао-семинара было именно посещение всех этих теоретических и практического занятия. Не было такого «сдал, не сдал», все автоматически сдавали, но нужно было обязательно присутствовать на всех 4 теоретических заданиях и на одном практическом. Если ты выпадал, то по очень-очень веской причине, ну, то есть не посещал, и, по-моему, у нас только один человек пропустил одно занятие. Во всех других случаях человек должен посещать, иначе он просто не сдаст, и ему нужно проходить заново. Отдельно стоит отметить, что у меня проезд на красный свет был менее 1 секунды, и поэтому у меня штраф был 90 евро и 1 пункт, ну, это определенные баллы, да, штрафные Германии. А если бы у меня был проезд на красный свет более 1 секунды, то тогда штраф был бы у меня не 90, а 200 евро, 2 пункта бы добавилось. И к тому же мне было бы запрещено управление моим транспортным средством или еще каким-либо сроком на 1 месяц. Поэтому, можно сказать, мне даже повезло, потому что менее 1 секунды и более 1 секунды для меня это очень маленький промежуток, который сложно заметить. Таким образом, проезд на красный свет обошелся мне в общей сложности в 618 евро и 50 центов, плюс мне продлили мой пробоцайт, то есть испытательный срок, еще на 2 года. И если я в течение этого срока нарушу правила, то меня ждет более, скажем так, суровое наказание, и меня отправят вообще на более суровый семинар, который в народе называется Idiot and Test. Поэтому я вынужден ездить аккуратно, не нарушая никаких серьезных правил. и вообще ничего не нарушая. Как вы считаете, много это или мало заплатить столько денег, ну, как бы и потратив определенное количество времени? Пишите ваши комментарии. Возможно, у вас тоже был такой же опыт. Буду рад почитать, ответить. Но на этом все. Чус, бисбальд. Пока, до следующих раз. Субтитры создавал DimaTorzok